Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент» доступен. В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи режиссер Роман Кончанов. Здравствуйте. Привет. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы. Звоните за рубежа код Латвии плюс 371 и пишите в WhatsApp 230-6191. Недавно вышли статьи с такими заголовками о том, что вы, Роман Кончанов, порадовались продажей японцам прав на мультсериал «Чебурашка», который снимал ваш отец Роман Абельевич Кончанов. Действительно это у вас вызвало радость? Я вообще не радовался. Как раз статья была о том, что, насколько я помню, была какая-то короткая заметка о том, что моя основная мысль была, что не надо было за это браться, потому что уровень не тот абсолютно осмысления действительности у тех, кто брался. Ну, просто у японцев он чуть-чуть повыше. Ну, понятное желание людей использовать популярного героя, но для этого надо соответствовать поставленным задачам. Ну, «Союзмультфильм»… Да, да. Вот, я не радовался этому, вас обманули. «Союзмультфильм» считает продажи прав на образ «Чебурашки» незаконными, и он намерен вернуть их. Как думаете, получится? Ну, вы понимаете, это такая информация для открытого пользования. На самом деле, насколько я помню, что покойные неуспенские продали до 23-го года, соответственно, после 23-го года они вернутся автоматически. А поскольку под этой продажей там стоят подписи крови и «Союзмультфильма», и «Успенского», то никто этот договор никогда в жизни не расторвал. Ну, вы не знаете стоимость прав? Сколько японцы заплатили за «Чебурашку»? Вы понимаете, но «Успенский» занимался этим моментом, собственно, всю жизнь. Он же не писал где-то уже годов с конца 80-х, а только непрерывно продавал права на «Чебурашку» и на «Простоклаш», ничего у него там еще было. Соответственно, просто прицепом пошел «Союзмультфильм». «Успенский» этим занимался, как, собственно говоря, основным делом жизни. Не писал, не читал, только «Чебурашками» торговал. «Чебурашками» торговал. Вот. А там уже прицепом, ну, там вот дали что-то подбросили, что-то «Союзмультфильм» на бедность. Ну, свозили там пару пожилых режиссеров в Японию погулять там, бутербродом накормили. Ну, так как-то все. Я думаю, что это было. На уровне подарили магнитофон, сводили на экскурсию. Ну, вот. Что касается из мультфильмов, «Успенский» так что-то старался. А в чем, на ваш взгляд, феномен Чебурашки? Как можно объяснить его популярность? И как вообще можно объяснить популярность того или иного образа, который появляется в искусстве? Вот. Есть ли какие-то рецепты или это случайность очень часто? Ну, понимаете, в чем дело. Ну, популярность, собственно, уже в самом слове, уже в самом слове заложен момент, что образ становится известным широкому кругу людей. Он это делает, естественно, не в момент производства, а он это делает по прошествии какого-то времени. Ну, там, сразу после выхода или там через пару лет. Потом еще второй вопрос возникает, сколько он проживет, да, в общественном сознании. Поэтому, конечно, популярность предсказать практически невозможно. Но почувствовать можно, это скорее такая сенсорная вещь, да? Вот. Ну, блин, заранее делать вещь, которая будет популярной, это идти, конечно, по пути. По пути разочарования. Потому что она станет популярной, не станет. Это зависит от зрителей, это не зависит от авторов. Иначе чем дело. Нужно попасть в свое время или что это за рецепт все-таки популярности? В чем феномен? Да нет такого рецепта, я же говорю. Но это надо попасть в настроение хорошее. Знаете, ведь моих заслуг в том, что папа сделал чебурашку, вот моих лично заслуг немного. Моя основная заслуга, наверное, что я в этот момент родился, ну, там, чуть раньше, на год, да? Вот. И я, соответственно, наверное, таким образом вдохновил папу на всю эту историю. Но надо сказать, что, опять же, возвращаясь к вопросу, нет рецептов о популярности. Другое дело, что для того, чтобы это случилось, должен быть достаточно высокий уровень у того, кто это делает. Понимаете, с чем дело? Вот. И потому что, ну, какая-то хреновая вещь не может быть сильно популярной. Или это какая-то кривая популярность. Когда ваш папа снимал фильм, ходили разговоры о том, что чебурашка имеет общие черты с вами. Этот образ. Вы понимаете, но папа же был художник. Вы понимаете, что в мультипликации те режиссеры, которые работают в мультипликации, подавляющее большинство. Причем у папы же не было высшего образования. Он там сначала пришел, был мультипликатором, ассистентом режиссера, художником-постановщиком. И, конечно, он эти как-то все образы фиксировал. И была такая легенда, что музыка навеяла, как из-за анекдотов, да, что как-то он вдохновился. Во всяком случае, если вы обратите внимание на всех героев этого бессмертного мультфильма, чебурашка сильно отличается от всех остальных какой-то такой детским обаянием. Папа мне говорил, что это он с меня нарисовал. Но он вам близок, этот персонаж? Что ж, а куда деваться, вы сами подумаете. Куда деваться, понимаете? Неизбежность близости. Ну да, есть такая неизбежность в этой близости, да. Но, понимаете, я еще раз повторю, что это ни разу не моя заслуга, знаете. Это немножечко странно, и причем вот дети правильно на это реагируют. Если кто-то начинает гордиться своими предками, это вот человек вызывает недоумение. Надо любить своих родителей, любить память о них в моей ситуации, да. Но гордиться абсолютно бессмысленно, потому что моих заслуг в том, что у меня такие родители вот ноль, понимаете. Только что я, может быть, их там грязными пеленками своими и плачем ночным вдохновлял, понимаете. Что сами тоже, тоже под большим вопросом. Надо как-то на свои заслуги в большей степени ориентироваться. Денис Драгунский, Дениска из Денискиных рассказов Виктора Драгунского, он тоже был гостем нашей студии. Всегда возникает, конечно, вопрос, насколько сложнее или легче человеку состояться как дворческой единице, как писателю, как режиссеру, если у него известные родители. Потому что это достаточно тяжелая для многих психологическая история, быть лучше своего отца или быть лучше своей мамы, не в плане человеческом, а в плане вот дворческом именно. Вот была такая дилемма у вас? Понимаете, состояться это вообще довольно технологически, ну такая достойная задача. И понятно, что какой-то уровень поставлен, и надо это самое. Как мне, опять же, папа мой говорил. «Рома, не волнуйся, я не Денин, и тебе природа отдыхать не будет». Вот. Так что вот дело такое. Дело такое. Ну, поскольку он это сказал, вот, вероятно, он действительно Денин не считал. Денин себя считать или не считать, это абсолютно ни о чем. Потому что надо, чтобы тебя кто-то им считал. А то, что кем ты себя считаешь, это неважно. Вот. И поскольку вот он мне как-то так сказал, что на мне, может быть, природа отдыхать не будет, ну вроде я успокоился. Вот Константин Райкин, который был гостем также нашей программы, говорил о том, что он очень рад, когда его отчество забывают. Но это бывает, ну может быть, не так часто, но тем не менее это доставляет ему такую большую радость. Ну как я могу за Костю Райкина радоваться? Вот. Еще папа как бы говорил, что я бы хотел, чтобы меня считали, но он до этого не дожил, значительно до этого не дожил, чтобы меня считали отцом Романа Кольчанова. Но надо сказать, что я иной ту сторону. Вот. Вы сняли, по крайней мере, два фильма, которые уже вошли в историю независимого кинематографа в независимой России после Советского Союза. Это ДМБ и Даунхаус. Сняли гораздо больше, но эти два фильма стали культовыми, как их называют. И где-то я даже считал такую оценку, что если Роман Кольчанов не снимет ничего больше, он уже, в принципе, вписал свое имя в историю. Считаете, что это так? Да, понимаете, в чем дело. Что я считаю, вот, опять же, это абсолютно не имеет никакого значения. Это самое важное, что окружающие считают. Но в этой ситуации тоже есть вот эта двусмысленность, о которой вы говорили, про всякое такое породистое происхождение. Мне уже дети говорят, что уже ты уже, папа, как Путин, начал гордиться достижениями, которые были в прошлом веке. Ну, во-первых, я, конечно, это самое, но не до такой степени. Во-первых, это все-таки мои достижения, а не какие-то абстрактные. Во-вторых, я ими не горжусь, просто спрашивают, а я отвечаю. Это по поводу того, что мне уже пора помирать, и все равно я сделал вклад в историю. Вот в этом тоже уже заслуга такая сильно, скажем, политкорректно отнесенная во времени. Все-таки ориентироваться надо на то, что ты делаешь сейчас, а не на то, что ты натворил когда-то, там, 20, 10, даже 2 года назад. Поэтому это уже некая абстракция. Лично для меня. Для общества, возможно, для кого-то там. А это вполне живая история. Я имею в виду восприятия моих фильмов. Я помню одного олимпийского чемпиона, когда он, российского, когда он получил золотую медаль, он находился в состоянии эйфории и говорил, ну все, это навсегда, это останется со мной на всю жизнь, это то, чего я добился. И вот это ощущение, что сделал что-то, что все-таки становится таким фундаментом, тоже может взять в заложники автора, режиссера, художника, то есть написал гениальную книгу и все, как Селлинджер, например. Ну и так далее. Вы понимаете, в заложнике художника, как говорится, художника, каждый может обидеть, в заложнике художника может взять любая хрень. И, конечно, возможно рассматривать и такой вариант. Нужно просто как-то подходить к этому, ко всему, ну более-менее здраво стараться. И все-таки надо работать. Потому что, да, такие, я знаю много людей, которые что-то когда-то сделали и, в общем-то, спокойно лежат на печке. Ну, они так не считают. Вы понимаете, самые занятые люди в мире – это бездельники. У них вот прям весь день расписан. Вот. А они так не считают. Ну, понятно, что они нихрена не делают. Но, с другой стороны, есть люди, которые вообще ничего не сделали и точно так же лежат на печке. Тут сложно осуждать. Но лично это не ко мне. Вот в чем ситуация. Я и сам процесс люблю. И, в общем, то, что было 20 лет назад, я вполне себе сознаю, что это было 20 лет назад. Но я еще некоторые кинофильмы сделал, да. У них разная была судьба. Но все они были заметны. По ним делались сиквелы. По Неваляшке. По Пуарье хотели сделать. Сиквелы по Гене Бетону хотели сделать. Сиквелы. Те, кто... Да я даже, наверное, забыл парочку своих фильмов. Я что-то много наснимал. Я вот последних пару лет что-то... Не то, что закисано. Я действительно думаю. Вот. Но как-то я не считаю, что это достойное занятие путевать на лаврах. Вот так закончу. Вопрос от Андрея. Он спрашивает у вас в Фейсбуке. Собственно, почему из актеров, сыгравшие главные роли в ДМБ, заметную карьеру сделал только... Дужников. Да. И второй вопрос. Мышкин – это лучшая роль Бундерчука? Это уже к Даунхаусу относится. Смотрите, значит, ну, два вопроса. Во-первых, карьеру... Дужников бомбал. Он не сделал. Понимаете, в чем дело? Карьера у ребят была сделана в тот момент, когда вышел этот фильм. Вот. И Стасу, в отличие от остальных, он ее поддерживал. То есть он не... Что я имею в виду под карьерой? Ну, вы понимаете, у артиста критерий карьеры – это всенародная известность и любовь. Вот ребята эти мои, практически студенты, да, которые сняли с Дембеля, они эту народную любовь и практически всенародное узнавание получили вот так, да? То есть она у них уже была сделана. И Стас нашел в себе силы и желание это, собственно, поддерживать этот уровень, да? Как ему поддерживало – это уже не мне судить и не меня оценивать. Это оценивают зрители. Ну, а остальные, ребята, по тем или иным причинам, по объективным или по субъективным, как-то немножко зависли в том самом моменте. Хотя, в общем, понятно, что переплюнуть было довольно сложно, конечно. Ну, понимаете, всенародное узнавание, между 20 с чем-то лет, около 30, ну, вот вы просто представьте себе это состояние. Не то, что узнаваясь какая-то разовая, да, а вот прям протяженная на годы. Ну, сложно переплюнуть. То есть получается, что «Медные трубы» – самое сильное испытание все-таки? Ну, кому как. Вот, понимаете, это не испытание. Я просто ставлю себя на место этих артистов, которые меня сыграли, юных практически. Понимаете, для них это было не испытание. Для них вот этот путь, который многие люди проходят десятилетиями и не всегда доходят до какого-то желаемого результата, он был внезапно пройден за, ну, там, за несколько месяцев. Ну, как они снялись в фильме и как его показали. Причем вышел он на кассетах, по телеку. Ну, понятно, кинотеатров тогда практически не было рабочих. И они этот путь прошли. То есть вот куда двигаться – это не то, что испытание, а вот уже движение дальше. Им надо и поддерживать этот уровень, и работать, и на что-то есть. Там на самом деле целый набор. Это очень общий взгляд такой про «Медные трубы». Ну, можно и так сказать. Ну, конечно, это испытание. Это испытание, и это такой челлендж, да. Это, ну, вот лично ваш покорный слуга после дембеля «Идиота» снял сразу в лед, да. Я чуть не откинулся, потому что действительно два фильма подряд, а оба картинки были очень тяжелые. Потом я еще снял. Что я потом снял, я уже не помню. «Алье», «Тарантину», «Неваляшку», «Гену бетона», ну и там еще по мелочи. Ну, из таких флагманских фильмов вот это. Перечислили. Вот вы сказали о замирании. Так что вот лично меня это ни разу не коснулось, да. Вы сказали об объективном замирании. Возможно, что артисты перестали развиваться по каким-то объективным причинам. Для артиста губительно находиться в состоянии стагнации? Для артиста? Ну, вы понимаете, ну, артист, конечно, я все-таки не артист. Я сыграл в паре фильмов, но я вот как-то все равно не до артиста. Я вот, например, развучивать сам себя не люблю. Я спокойно отдаю это каким-то людям, да. Я не артист. Но я думаю, что это бессмысленно абсолютно. Да не только артист. Вообще человеку находиться в состоянии стагнации – это не очень хорошо. Человек, понимаете, у человека есть задачи в одном поколении как-то изменить немножко информационное поле вокруг себя. Понятно, что подавляющее большинство людей с этим вопросом, они об этом не думают и, может быть, с этим не справляются. Ну, тогда они в следующем поколении. Может быть, это дети их сделают или внуки, да. Вот. Ну, вот это изменение информационного поля, ну, собственно, чем вы сейчас занимаетесь, да. Ну, как в каком-то секторе. Чем я занимаюсь, чем артисты занимаются. Это, в общем-то, задача любого человека, даже по информационной теории, по информационной теории индивидуума, который, минуточку, просчитал, значит, у Планка, он математический, вот, а не какой-то там маргинальный. Вот. Поэтому не надо никому находиться в стагнации. Это надо приносить пользу обществу и надо приносить и менять это общество надо, да. Важна ли, на ваш взгляд, артисту скандальная известность, если взять, например, историю с Алексеем Паниным, который также снимался в ваших картинах? А вот эта слава, есть такая слава, которой лучше бы не было? Или любой пиар, он хорош для артиста? Да. Главное, чтобы это было органично, понимаете, в чем дело. Лёша в этом пиаре абсолютно органичен, и понятно, что он вряд ли делает какие-то усилия для этого, у него это само получается. Ну, во всяком случае, у меня стадуется такое впечатление. Вот. А что касается о пользе славы, слава, она амбивалентна, у нее столько же вреда, столько, сколько и пользы. Ну, когда слышат, некий хайп такой, но теоретически это можно перевести в какие-то другие измерения, да, в работу, там, не знаю, опять же, в пользу общества. Ну, окей, ну, понимаете, ну, само по себе это ничего не значит вообще. Как позитивно, как хорошее слава, так и плохо. Вот. Возвращаясь к вопросу, который Андрей задал, Мышкин – это лучшая роль Бондарчука у вас в вашем фильме? Мышкин, ну, я не кинокритик, я не кинокритик, да? Вот. В личном моем творчестве, в личном моем сотрудничестве с Федором, он еще играл в кинофильме «Ген Битон», ну, лично в нашем совместном творчестве, ну, конечно, она более значительная, потому что, во-первых, она главная, а во-вторых, ну, более заметная была, ну, в тот момент, да? Ну, вообще, Мышкин – это челлендж, понимаете, это так же, как Гамлет, так же, как Король Лир, там, я не знаю. Конечно, переплюнуть сложно. А что касается его творчества, во-первых, я это не берусь судить, а во-вторых, это не имеет никакого значения, Федя еще снимается и работает. И говорить о лучшей роли еще рано. Лучшая роль и лучший фильм – это та, которая впереди, понимаете, в чем дело. Это всех касается, собственно говоря, и артистов, и творцов. Это самоуспокоение или так на самом деле? Потому что часто мы видим, что лучшая роль у артиста, она позади остается. Также, кстати, и у многих певцов это вопрос, когда вовремя уйти, и нужно ли вовремя уходить, например, со сцены. Наверное, к кинематографу это в меньшей степени относится. Смотрите, ну, все-таки, что касается искусства, я говорю про искусство, а не про какое-то абстрактное производство там. Это очень индивидуально все, да? Очень индивидуальный пошив это все, да? Каждый это воспринимает довольно индивидуально. И, наверное, опять же, вот для себя я могу сказать, что однозначно лучший фильм тот, который впереди, иначе и браться не бессмысленно, понимаете? Вот. А что касается остальных, я думаю, что как раз с Федором, я думаю, что у нас в этом смысле совпадают отношения к действительности, потому что мы, собственно, учились вместе и воспитывали нас плюс-минус одинаково. Ну, я имею в виду, воспитывали обстоятельства. Вот. А кому-то, может, и пофигу, может быть, кто-то относится к этому как к спорту. Кто-то выбежал на арену там или куда-то на стадион, гол забил и убежал дальше морковку сажать на шесть соток. У кого-то, может быть, такое отношение. Ну, я думаю, что вот у этих ребят, которые так или иначе, ну, уже этот факт уже является моим поколением, да? Я думаю, что немножечко другой подход к жизни. Сейчас сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим режиссеру Роману Качанову с нами на прямой связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Радио Болткома Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ну, я думаю, что это некое такое движение по пути наименьшего сопротивления, да. Ну, кстати, вот в начале вот этого мы говорили, почему там тиражируются чебурашки, там стараются снимать там всё, потому что когда-то что-то кому-то удалось, и понятно, что людям проще ехать по такой наезженной дороге, чем чуть-чуть свернуть в сторону. На этом вырастает даже поколение. Но я не скажу коллег, это сильно наградное для них звание, да. Ну, скажем, людей, которые тоже занимаются неким производством такого продукта телевизионного, да. Конечно, проще катиться по наезженной колее. Что касается объективных каких-то, да, конечно, в России много людей связаны со службой в органах, родственниками. Ну, понятно. Во-первых, страна большая, протяжённость границ, потом это всегда было хорошим занятием для тех людей, которые хотят, которые как-то немножечко недоучились, как-то вот у них нет каких-то таких тяги к каким-то другим профессиям. Можно пойти в милиционеры, да, в полицейские. А тем, кто тоже немножечко недоучились и кто хочет как-то жить, можно пойти в преступники, да. И поэтому образуется довольно большой такой сектор людей, которые во всём этом как-то участвовали в этих взаимоотношениях. Им это как-то по умолчанию интересно. Ну, поскольку всё-таки этот коллектив сидевших и охранявших не является абсолютным большинством, понятно, что остальные страдают зазря. Ну, а что касается с точки зрения художников, да, и что касается с точки зрения того, кто занимает должность художников, вот, ну, это просто движение по пути наименьшего сопротивления. Ну, ведь есть фильмы про бандитов, которые тоже стали уже в какой-то степени классикой. Это и «Бригада», и «Бандитский Петербург», «Адвокат», который Бортко снимал. Это ведь хорошее кино про те темы, о которых говорил наш радиослушатель. Вообще, когда смотришь такие фильмы, там, правда, возникает ещё другой вопрос. Нужно ли их снимать в том смысле, что не становится ли это некой идеализацией вот этого иерархического бандитского мира? Вот как вы считаете, есть ли какие-то красные линии у художников, которые снимают такие фильмы? Понимаете, в чём дело? У художников красных линий нет. Ну, в смысле, они находятся внутри. Красные линии, наверное, должны существовать у тех товарищей, которые это всё делают, вот этот передоз в общественном сознании. Ну, конечно, человек имеет право не смотреть телевизор. Ну, это очевидно, да. Мы сразу немножечко встали на такую, на такую, ну, на такую как бы зыбкую повестку. Потому что, вот я честно, я не ставлю никому себя в пример, но я не по идейным соображениям, у нас где-то с конца 90-х, не смотрю, даже раньше, наверное, середины телевизора, потому что тогда, по очень простой причине, тогда появились видеокассеты, да, а новости все узнать, это две минуты. У нас основные новости. Вот. Поэтому, в общем, можно не смотреть телевизор, в общем-то, предъявлять ему какие-то претензии тоже. Ну, не смотрите, и всё сейчас. Вот при наличии интернета, это вообще разговор пустой, понимаешь, в чем дело? Вот. Что касается красных линий, по поводу того, что дозировать тот или иной продукт, ну, я не знаю. Конечно, передоз. Не, ну, вот назвали какие-то, опять же, телевизионные сериальчики. Первым была улица, первым были улицы разбитых фонарей, Саша Рогожкина, да? Они были прекрасны абсолютно. Вот. Потом стало становится хуже, хуже, хуже. Ну, понятно, что это не искусственно, что это обсуждать. Ну, с таким же успехом можно обсуждать, я имею в виду, не искусство, то, что было потом. С таким же успехом можно обсуждать, я не знаю. Ну, блин, ну что-то бессмысленное. Ну, не знаю, там, какого цвета, там, если вот эти штаны у тети Мани, ну, или у дяди Саши. Это не имеет никакого отношения к искусству. Они хочут смотреть, не смотри, и все. Почему такая тенденция хуже и хуже? То есть каждый последующий сезон все хуже. Почему не лучше, на ваш взгляд? Почему так происходит? Ну, в контексте российских сериалов, например, некоторых. Ну, это не только российских, конечно. Потому что, скорее, понимаете, в чем дело? Ну, из объективных вещей очень сложно воспроизвести успех, да? А из субъективных, ну, там, больше воруют, других людей берут более дешевых, да? Делают это все так уже в полруки. Это очевидные вещи, на самом деле. Вот то, что я сказал, три вещи. Про то, что больше тырят, меньше этим озадачиваются, людей берут дешевых, и нормальные люди отказываются. Мне интересно все время в одном и том же сниматься. Я помню, когда у меня Богдан Ступко снимался. Кстати, тоже в сериале «Взять Тарантино». Он так, извиняясь, говорил. Но я вот снялся в «Убойной силе», по-моему, если я не путаю. Но там была такая хорошая командировка в ЮАР. Я говорю, когда я понял, что я никогда в жизни не съезжу в ЮАР, я согласился. Ну, понимаете, люди же все понимают, в чем они работают и где они снимаются. Ну, я имею в виду таких более-менее не самостоятельных, а самостоятельные единицы. У нас звонок еще? Да. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. Ну, я знаю, тебе правильно сказали. Действительно, что там говорить про современное кино. И результат такой, это, ну, совершенно очевидно. Отсутствие, полное отсутствие идеологии и коммерческий интерес порождают, играют на низменных чувствах. Вспомните, какое кино раньше было и сейчас. Вопрос у меня такой. Вот вы ощущаете себя свободным человеком? Свою страну, себя? Да, или вас путинский режим прессует, так что вам никакой возможности, так сказать, свои творческие возможности использовать можно. Спасибо. Спасибо. И вот, Вадим, я прошу немножко помочь. Внутри этого вопроса несколько вопросов. И про режим, и про внутреннюю свободу. Сформулируйте. Чувствуете ли вы себя свободным, как журналист? Я возьму на себя инициативу, простите, как режиссер. Как режиссер, да. Или Путин вас прессует? И почему раньше были хорошие фильмы? Потому что была идеология, как сказал радиослушатель, и сейчас фильмы не очень хорошие. Смотрите, ну, сейчас действительно не самый расцвет российского кинематографа. Это тоже вещь очевидная. Я могу как капитан очевидности это констатировать. Ну, вообще, очень расцвета никогда не было. Просто у памяти такое свойство, что то, что было там при советской власти, кино, я имею в виду, память отсекает тысячи, если не десятки тысяч, фильмов, от которых можно было просто умереть. Такие они плохие. И остается там 10-20 фильмов, 30, которые люди помнят. 30 – это уже много. 30 – это уже киноведы. А 10 фильмов, которые люди помнят, и которые воспринимают, как советское кино. Что касается... Лично меня, конечно, Путин не прессует. И вообще, чтобы меня там припрессовал режим, такого нет. Чтобы как-то с ним у меня были взаимоотношения. Такого тоже нет. Такие нежные. Потому что любые нежные отношения могут перейти в ненежные. Понимаете? Это видно по многим нашим товарищам, скажем так, диссидентам. Они там поработали министрами. Я не знаю, чем. Вот это самое. Депутатами. Потом раз перестали быть отношения какими-то интимными. Они обижаются, как девушки. Я не к тому, что это большинство такое. Но такие и есть. Просто такой алгоритм понятен при том, если ты находишься в неких отношениях с тем небольшим количеством людей, которые являются чиновниками. Я могу при каких-то обстоятельствах с ними работать. Они могут зачем-то ко мне обращаться или не обращаться. Но взаимоотношений у меня нет с ними. Ни интимных, ни чувственных. Потому что это абсолютно бессмысленно. Это исторический факт. У меня никогда не было. Никогда таких отношений не было. Вы в одном из своих интервью охарактеризовали ситуацию в России как, словом, душновато. Ну, конечно, душновато немножечко. Вы понимаете, в чем дело? И это не потому, что, опять же, я хочу показаться диссидентом. Я вот вообще никому не хочу показаться. Не тем, кто я есть. А потому что у меня есть с чем сравнивать. Потому что, да, в 90-е был расцвет, была свобода. Несмотря на то, что все были голодные и даже реальность была немножечко страшновата. Была огромная надежда на будущее, на себя. И была, конечно, свобода. Тогда Россия была одной из самых свободных стран мира. И, кстати, мыслящие люди на всем глобусе это понимали и к стране относились с огромным уважением. Сейчас тоже абсолютно общее место и капитану очевидно сказать, что ситуация немножечко изменилась со свободами и с ощущениями. Поэтому, конечно, я говорю, что сейчас ощущения немножечко придушенные. Потому что мне есть сравнивать, я могу себя сравнить с тем моментом, когда была реальная и, в общем-то, и творческая тоже свобода. И более того, что некоторым, может быть, она мешает, что, в общем-то, довольно сомнительное утверждение. Я имею в виду в творчестве. Но лично мне было зашибись. Много звонков у нас, много радиослушателей на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Вопрос от Яниска. Очень приятный ваш гость. Открылся буквально несколькими фразами. В вашу передачу вы уже раз в пять сказали слово «хрень» и пару раз слово «блин», я заметил. Я держу себя в руках, да. Да, человек искренний и очень, наверное, как бы правильный. Это мое, как бы, время. Вот я немножко с вами поспорю по кинематографу. Да, Янис, мы вас слушаем. Янис, слышите ли вы нас? Снимали? Да. Да, 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 я вас слышу. Говорите, пожалуйста. Просто вы пропадали от часа. Попробую поспорить, как бы, с человеком. Вот он говорит, что раньше фильмы снимались, как бы, лучше. Понимаете, вот мой живой пример. У меня двое детей, да. Это то, что бабушки, дедушки, игрушки, которые принесли, вот как раньше, там, типа Ваньки в Станьке, да. Вот бабушка говорит, вот сейчас я куплю Ваньку в Станьку, сыну там поиграть. Ну, неинтересна ему эта игрушка. Не заходит она ему. Ну, мир идет как-то вперед. Вот даже вам, вот, скажем, вы говорите, плохие фильмы сняты. Ну, ТНТ взять, да, несколько фильмов там, «Домашний арест». Ну, хороший фильм, да. Вот сейчас идет про 90-е. «Мир, дружба, жвачка». Ну, мне интересны эти фильмы. А вот, как бы, то же самое «Ирония судьбы» с легким паром. Ну, я уверен, вот сейчас дочке у меня будет, там, 7 лет. В 10 лет я ей покажу этот фильм. Она скажет, ну, папа даже досматривать не будет. Да, спасибо вам, Янис. Да, Роман. Да, к сожалению, я, в смысле не к сожалению, не знаю, к сожалению, к счастью, я проверял несколько советских фильмов в приступе такого сентиментальной грусти по ушедшему детству. Я поставил несколько фильмов детям, а они вообще, конечно, не вырубаются в это вообще. И более того, я скажу, ну, вы же поймите, мы вспоминаем об этих фильмах через призму, там, детства, юности, того и сего. Если бы были... Советский Союз был закрыт наглухо. Подавались очень дозированные иностранные фильмы, причем в основном французские и индийские. И, естественно, чистый такой интертеймент. Вот, чистая такая развлекуха. Вот прям по несколько... Всего там несколько фильмов в год. Если бы советские зрители могли сравнивать это все с нормальным кино, что случилось в 90-е, и, понятно, советское кино перестали смотреть, от слова «совсем», то есть о нем забыли. И о советском кино, но и вдобавок о российском, которое в то время было. Вот, собственно, ваш покорный слуга немножечко к нему возбудил интерес. Конечно, это по нынешнему моменту... К сожалению, мои коллеги, которые работали в советское время, работали в закрытом абсолютно обществе, которое находилось за железным замыселем и за колючей проволокой. И эти фильмы, по большей части, вообще не конкурентны. Вообще. Ну, кстати, вот мы разговор начали с анимации, она вполне себе ничего. Тоже не вся, а какие-то отдельные фильмы. Вот. Может быть, несколько фильмов от советского кинематографа останутся, но я думаю, это будет 5-10 штук. Хотя, опять же, чтобы быть объективным, это я сказал про реакцию своих детей, да? Они не стали смотреть советские фильмы. Естественно, я им руки не выкручиваю. Если быть объективным, опять же, на фоне того, что сейчас значительный спад в советском... Ну, в смысле, в российском кино, да? Ну, оно, в общем, старается по непонятными причинам быть советским таким, да? Постсоветским. Сейчас, да, появляется неожиданный интерес у относительной такой молодёжи 30-ти лет к советским фильмам, потому что неожиданно люди для себя открывают, что были на русском языке какие-то более-менее достойные фильмы, а не то, что производят большинство моих, с позволения сказать, коллег, да? Такая тенденция тоже есть, но она такая уже, какое-то хождение по кругу. Конечно, дети не воспринимают уже советское кино. Оно воспринимается только через... Как воспоминания. Более-менее нами с вами, моими мировесниками, и то, в общем. Я по этому поводу не испытываю никаких сантиментов. Я вообще всё прекрасно понимаю. Вот слушатели... Гигантское количество недостатков. Да, сорвался у нас звонок. Успеем ли мы ещё принять, вот звукорежиссёр. Мы спрашиваем. 672-12-93-9, 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Тем временем в WhatsApp вам приходит много вопросов. И, в частности, у вас спрашивают, где берёте деньги под кинопроекты, под какие гарантии, и какие сегодня артисты в России наиболее дорогие? Вот сразу три вопроса наши, вы слушайте. Ну, деньги я беру в разных местах, да? Я, опять же, говорил о том, что у меня нет каких-то чувственных отношений с чиновниками, с теми людьми, которые назначены там немножечко порулить. Но были ситуации, когда у меня были фильмы, сделанные с участием государственных денег. Ну, надо признать, что они были не основными деньгами, эти государственные деньги, они были таким воспомоществованием. А где я беру вопрос, конечно, по каждому разному фильму в совершенно разных местах. Что касается самых дорогих артистов, какие сейчас самые дорогие артисты, знаете, я не знаю. Но, наверное, вот те, которые больше всего мелькают, они самые дорогие. И более того, в общем-то, я даже понимаю этих артистов, которые берут большие гонорары, потому что понятно, что когда ты так много мелькаешь, тебя перестанут снимать через довольно быстро. И поэтому надо быстро-быстро увеличивать гонорары, потому что они скоро начнут падать. В общем, это такая философская ситуация. То есть получается, что популярный артист и его популярность, она недолговечна? То есть вот те звезды, которых мы видим практически везде, они понимают, что скоро это все закончится? Ну, что касается тех артистов, которые известны благодаря телевидению, это закончится ровно в тот момент, когда их перестанут показывать по телевизору. Поскольку таких, в общем, опять же, я не хочу сказать за всех, но у большинства реально каких-то заслуг перед искусством немного. Вот в тот момент, когда их перестанут показывать по телевизору, у них закончится популярность. Образ артиста, насколько он важен, насколько он может сформировать самого артиста? Вот, например, Рината Литвиновна, с которой вы вместе учились в Авгике, и позже вы также снимали ее в своем кино. Но ее образ сделал ее как артистку? И всегда ли она была такой? Да, но ее сделал как артистку, он даже в большей степени сделал ее как какой-то такой признак времени. Опять же, я вот как человек, который, в общем, общается с артистами, я понимаю, что Рината же немножечко писатель, немножечко режиссер, немножечко артист, да? И понятно, что артисты, ее артистки не считают. Режиссеры не считают ее режиссером. Я неплохое сейчас говорю про Рината, а хорошее. Вот. Это самое. Писатели не считают ее писателем. Она вот это, она такое, значит, она просто это все собрала и перенаправила это все на, вот как вы совершенно правильно сказали, на свой образ. То есть, да, образ в какой-то момент превратился в ее творческое, собственно говоря, творческое состояние. Она такой деятель, деятель культуры. Вот абсолютно с полной ответственности, можно сказать, что Рината – деятель культуры и знак времени. Ну, это, в общем-то, вещи взаимосвязанные, скорее всего, это самое, грани одного и того стакана. А учитывая, что вот мы с вами с ней о ней разговариваем, значит, она это не зря все сделала. Вот так вот. Может, я немножко сбивчиво ответил, но здесь много личного, знаете. Ну, мы закончим сегодня наш эфир красиво на Ринате Литвиновой. Спасибо вам большое, что нашли время и вышли в прямой эфир. Роман Качанов был гостем программы «Абонент доставки». Я извиняюсь за прическу, с изоляцией, изоляцией. Всего доброго. Все влечит. Да, спасибо вам. Всего доброго и до свидания.